55 статья. Неисправные транспортные средства и их буксировка. При выходе из строя транспортного средства водитель должен убрать его с проезжей части дороги, а если это невозможно, переместить к бордюру тротуара конструктивное боковое ограничение дорожного покрытия в одном уровне с проезжей частью или выше нее, или к обочине, и при этом поставить его параллельно к краю проезжей части, сообщить об этом службе технической помощи. При вынужденной остановке транспортного средства в месте, где запрещена остановка, или если его нахождение на проезжей части создает помехи другим участникам движения, водитель должен включить световой сигнал аварийной остановки или выставить знак аварийной остановки. Знак аварийной остановки выставляется позади транспортного средства, при необходимости и спереди, на той же полосе на расстоянии не менее 30 метров от транспортного средства, таким образом, чтобы водители приближающихся транспортных средств могли видеть его с достаточного расстояния. В населенных пунктах при интенсивном движении знак аварийной остановки может быть выставлен и на более близком расстоянии, или установлен на самом транспортном средстве, таким образом, чтобы он был виден водителем приближающихся транспортных средств. Если транспортное средство не оснащено аварийным световым сигналом, или этот сигнал неисправен, то в ночное время или в условиях недостаточной визимости водитель может воспользоваться портативным фонарем с мигающим красным светом. Этот фонарь устанавливается в соответствии с требованиями третьей части настоящей статьи. При буксировке транспортных средств должны выполняться следующие правила. За рулем буксирующего транспортного средства должен сидеть водитель с опытом вождения не менее 1 года. За рулем буксируемого транспортного средства должен сидеть водитель или другое лицо, имеющее водительское удостоверение соответствующей категории или же подкатегории. При начале движения в дневное время водитель буксирующего транспортного средства должен включить ближний свет фар. Водитель буксируемого транспортного средства должен подавать сигналы, соответствующие сигналам водителям буксирующего транспортного средства. Транспортное средство не должно брать на буксир транспортного средства, масса которого превышает его собственную массу, за исключением случаев буксировки транспортными средствами, предназначенными специально для этой цели. Во время буксировки скорость движения не должна быть более 50 км в час. При буксировке запрещается переводить пассажиров в буксируемом автобусе, троллейбусе и на бортовой платформе грузового автомобиля. Буксировка транспортного средства с неисправленными тормозом и рулем должна производиться путем его полной или частичной погрузки. Сцепка должна обеспечивать дистанцию между транспортом и средствами не более чем в 4 метра при буксировке на жесткой степке, как указано на этой рисунке 413. От 4 до 6 метров при буксировке на гибкой степке рисунок 412. При буксировке на гибкой степке каждый метр степки обозначается соответствующими сигнальными щитками или флажками. Тоже указано в рисунке 412. А буксировка путем частичной погрузки указана в рисунке 414. Вот как вы видите здесь, частичная погрузка, буксировка путем частичной погрузки. И буксировка путем полной погрузки вот таким образом, рисунок 415. При буксировке, то есть буксировка сама запрещается в следующих случаях, в условиях гололезницы, если при буксировке общая длина транспортного состава превышает 24 метра двухколесными мотоциклами или их самих более одного транспортного средства. Продолжение следует...